Продолжаем цикл роликов по печатным изданиям. Друзья мои, если кто-то не любит книжки, можете переключить на канал. Нет, не выгоняю, просто есть люди, которым не нравятся печатные издания, и для них это будет неинтересно. Ну а я хочу показать вам редкие книги. В России их практически не найдете, только, наверное, у нас в Тольятти. Потому что они издавались только для нашего города. Это как подарочное издание вазовцам, там, в честь каких-то дат знаменательных. И вот книжку хочу вам показать, еще одну цветную. Ну это уже современная Россия, 90-е годы, по-моему. Альбом про Тольятти. Это Мэр Хуткин когда-то был, а не 2000-й год. Нет, это не 90-е. Был издан этот, это печатное издание в 2000-м году, наверное, судя по обложке. Ну здесь, я так думаю, посвящен нашему городу, Тольятти. В котором здесь, я так думаю, описана история, раз начинается здесь все со строительства ГЭСа. Вот какие у нас есть старые дома 50-х годов, памятники. Ну это у нас мэрия, администрация города здесь находится. Вот, администрация разных районов, банки какие. Вот этот банк, я помню, как строили в старом городе. Церковь, давнишняя на то же. Фото улиц города. Речной порт на Волге у нас. Блин, наверное, руки мои мешают. Я специально вот, чтобы страницы не загибались, буду придерживать. Тут интересные тоже. Ну многие фотографии, наверное, вы в интернете не найдете. Разве что, если само издание их не выкладывало. Ну, мне кажется, вряд ли, наверное. Есть, конечно, редкие фотографии там определенных людей, блогеров, кто занимается фотографиями. Кто-то ищет в архивах, по частным коллекциям у людей наверняка что-то есть. Вот он, храм этот, про который я говорил. Детский парк. Опять же, красоты. Нашего пригорода. Опять здесь и улицы города, и красоты. Вот как раз родник в Ташле в моей деревне. Святой источник. Сейчас, конечно, там все по-другому стало. Это я не знаю где. Не везде я был, между прочим. Как-то мы снимали здесь металлокоп. Примерно в этом районе. Кинотеатр Сатурн. Стадион Торпеда. Все знают. Шестой квартал казино МДС. Когда-то там было. Ну, это фотографии с разных, здесь из детского парка, из магазинов, я смотрю. Ну, это уже, наверное, самое интересное пошло. Это автомобили. Была у нас тут и организация, которая... Ну, была секция, скажем так, по картингам. Я еще помню, в школьные годы у нас кто-то из пацанов ходил, занимался там. Грушинский фестиваль. Жигулевская кругосветка. Вот. Ну, здесь вот история. Татищев основал Ставрополь на Олге. Потом, когда построили ГЭС, эту территорию затопили, город был перенесен выше. И стало называться Тольятти, когда уже открыли Автолаз. Но это все как-то параллельно вместе строилось. И ГЭС, потом Автолаз, химзаводы разные. Вот этот город Ставрополь, который затоплен под водой. Ну, такие фото, да, есть в интернете, я их видел. И вот, вот смотрите, вот где этот город был. И вот как сейчас тут стало место, видите, затоплено все. Вот оно. Это уже современные постройки 60-х, 70-х годов. Это Автозаводский район, где находится Автолаз. Ну, это уже некоторые постройки старые. Это Комсомольский район, я так понимаю. Улица Фрунзе. НТЦ базовская, научно-технический центр. Вот такие новостройки строили в 2000-х годах. Вот они, пошла застройка такая масштабная, пустых территорий в городе. Торговый центр Русь. Новостройки. Это, наверное, где-то за городом, скорее всего. Я имею в виду вот это и вот эта фотография. Пирамида. Бывший кинотеатр Ставрополь. Сдали его в аренду, по-моему, так здание и стоит заброшенное. Вот плавненько переходим уже на АвтоВАЗ. Вот он, АвтоВАЗ. Ну, фотографии я не вижу смысла комментировать. Здесь и так все понятно и видно. Вазовская высотка. Кстати, долго ее строили. Ее продолжили строить, насколько я знаю. Ну, помню, работал в этой организации. Вот отделку вели Югославы в то время. Это был 1993-1995 год. Остекление было. Такое мрачное здание было, блин. Ну, оно сейчас функционирует. АвтоВАЗик. АвтоВАЗик. Разные производства. Бронтовский автомобиль удлиненная Нива. Это Ландоли, пляжный вариант. А здесь они удлиненная инкассаторная машина. Ну, они с разными наворотами на некоторых стояли. Двигатели импортные. Были системы пожар-тушения даже. Это ВАЗ-21108 удлиненная, десятка. Блин, очень тяжелая машина. Получилась. И на разгон она шла очень тяжело. Потому что кузов стал тяжелее. И двигатель был немножко слабоват для этого кузова. Я помню, я ездил в таких машинах пассажиром. Вот они, бронтовские Нивы. Тюнинговые. Это не ВАЗовские. Была фирма такая, бронтов, в Тольятти. Не знаю, сейчас есть она или нет. Они занимались доработкой автомобилей Нива. Ну, это наши спортсмены с педвей. Погрузка в автомобиль, не на автовоз. Электростанции. Ну, опять, видимо... Да, это тоже какие-то производства. Это, наверное, в старом городе. Химия, скорее всего. Много чего в Тольятти производили. Была и итальянская обувная фабрика. Производила обувь для города. Стиральные порошки. Много чего было. Не знаю я сейчас. Ну, фабрика-то итальянская точно не функционирует. Говорят, потому что и корпусов-то никаких не осталось. Это ТЭЦ, по-моему. ТЭЦ ВАЗа. Это какое-то дочернее предприятие вазовское. ТЭЦ, по-моему. Вокзал. Вокзал. Где это находится? В Тольятти где-то. А, понял где. На 5-м ВСО, по-моему. Там где-то. Южное шоссе. Вот еще и Карус у нас с лязами ходили по городу. Речной порт. Вот улица города. АТП. Транспортное предприятие. Пассажирских перевозок городских. Городской узел электросвязи. Будем ориентироваться на статьи компании. АЭС-то в свое время гремела. Телефонизировала город цифровыми технологиями оптоволоконными. А сейчас стала принадлежать Волготелеком. Компания Билайн. Я помню, я там был. Главный офис в Сбербанк. Похоже, как у нас вроде. Где я живу в этом квартале. Автолазбанк. Не знаю, он функционирует сейчас или нет. Фиабанк. Банкирский дом. Банк Потенциал. Национальный торговый банк. Чего-то только не было. Акции инвестиций. Астров Волга. Экспо Тольятти. Какая-то выставка проводилась. Вот, да, я говорил. Обувная фабрика лидерная. Она на тот момент еще работала. В 2000 году. Ну, говорят, камни на камне не осталось. Как по всей стране, блин. Офигеть. Ну, это опять же пригород. Наверное. Красоты нашего региона. Агропромышленный комплекс. Ну, конечно, что, в альбом все самое лучшее можно нафоткать. Разве будут фотографировать быт. Хотя в то время не бедствовали в 2000-х, в начале 2000-х годов. Ну, именно у нас в регионе. У нас же автоваз работал на полную катушку. Машины были востребованы. Тепличный комбинат. Тепличный комбинат. Тепличный комбинат овощевод. Был еще с уазеленением. Который, когда теплицы все разобрали нафиг. Там выращивали на органике, на навозе. А овощевод применял технологии. Применяет до сих пор на удобрениях. Ну, помидоры с уазеленением лучше были. Огурцы, лимоны там выращивали. Цветы. Да, кстати, помню вот эту водку. Не ради рекламы. Это Белая Леди она называлась. Сейчас такую, наверное, не найдешь. Был, конечно, и суррогат, но водочка была классная. Потом, конечно, подделка началась идти. Да, у нас работали ликеры водочные заводы. Рыбзавод. Молокозавод. Да что только не было. У нас все свое было. Потом все. Даже пивзавод у нас был. Помню, и вот это пиво Цыган. Ой, было время, да. Это рынок крытый в новом городе. Это возле новинки. По-моему, 15 квартал вроде. А нет, это новинка. Крытый мини-рынок. Новинка там еще есть. Магазин. В 12 квартале. Это магазин, я так понял. Оранж, да. Слышал такой, помню. Но не было в нем никогда. Горбольница номер один. Пациенты, врачи позируют. Может быть и сами врачи в качестве пациентов. Горбольница номер два. Номер пять. Номер девять. Это вот медгородок. Крупнейший в России, по-моему, медицинский центр. Или вообще в странах СНГ. Вот. Да и мне там тоже удавалось полежать несколько раз. Визави это я не знаю, что какая-то, наверное, частная клиника, скорее всего. Да, вот Гройсман. Ну, об этом я и говорю. Профилактория лесное. Образование пошло тут. Ну, детский сад. Детские сады. Школа, наверное, пойдет. Наши детишки. Образование точно. Школа пошла. Вот так было в то время. Да, так и было. Сейчас не знаю, как молодежь учится. Мне кажется, у них немного попроще, наверное, сейчас, чем у нас. Мероприятия, я имею в виду. Технический институт сервиса. Академия бизнеса и банковского дела. Военно-технический университет, инженерно-технический, сейчас закрыт. Вот он. Сейчас в нем десантники находятся. Обучение там не проводится. Прошу прощения, зазвонил телефон. Ну, что, нас позакрывали в Тольятти. Это капец. Культура, искусство. Поэтому он и стал моногородом. Потому что все закрыли. А так бы мы могли сами работать, независимо ни от кого. Покупали мы сырье и сами все производили. Вся химия, блин, в России. Это, считай, у нас в Тольятти. Химзаводов столько было, блин. Все производили. В Тольятти. В Тольятти азот. В Америку азот. Производили. Америка была крупным покупателем этого продукта. Химического. Вот культура, искусство. Смотрите. Ансамбли. Локальные, инструментальные, танцевальные группы. Спорт, туризм, отдых. Все у нас было в то время. Спортсмены. Опять зазвонил телефон. Мне пришлось отвлечься. У нас был активно развивался автоспорт в Тольятти. Да и сейчас он есть. Мотоспорт. Это команда Мегалада. Спидвей. Велоспорт. Много чего. Гимнастика. Атлетика, туризм, отдых. Все у нас было замечательно. Да везде, наверное, у нас в России так было. Что тут греха дарить. Все развалили, блин. Рассад как магазин. А нет. Наверное, туристическая компания точно. Вот и все. Закончилась эта книжка. Что-то ничего интересного больше нет. Наш знак. Тольяттинский герб. Надеюсь, было интересно и не скучно. Кто любит эти издания. На этом все. Опять телефон. Пока. Пока.